К восстановительным программам, оно в том числе стало проявляться, потому что весь бренд ювенальной юстиции стал, ну, словом, которое не произносит, а мы-то делали вот наши программы, почему нам удалось создать вот этот площадку с Черемушкиным судом в 98-м году, как раз тогда движение за ювенальную юстицию в России набирало обороты. И появлялись в конец 90-х самые первые экспериментальные площадки, это Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и вот у нас в Черемушкинском суде. Поэтому там идея ювенальной юстиции, если не брать эти наши установительные технологии, она состояла в том, что правосудие по отношению к ребенку, мы должны быть вообще-то не карать, а воспитать его карать. Потому что ребенок это существо растущее, но еще не сформировавшаяся личность, поэтому от того, как общество реагирует на то, что он совершил, зависит от дальнейшей вообще траектории его жизни. Я не буду здесь распространяться на эту тему, но там, если опять вернуться к процедурным моментам реализации идей ювенальной юстиции на экспериментальных площадках, там идея состоялась в том, что судья, который рассматривает дело по несовершеннолетнему, должен был представлен социальной работой. По работе с обвиняемым несовершеннолетним, для того, чтобы лучше провести обследование по ситуации, личности, для того, чтобы выявить интерес ребенка, посмотреть, какие могут быть перспективы, реабилитационные программы, что можно предложить судье. А тогда, в 98-м году, еще у нас уголовные наказания для несовершеннолетних были более жесткими. В 2003-м произошли изменения в уголовном кодексе, и там немножко все это смягчилось. А когда много сажали детей, много. И статистика у нас была. Поэтому еще идея социального работника была выработать такие реабилитационные программы, которые бы работали на исправление, но все-таки, чтобы детей оставить на свободе. И поэтому мы как бы присоединились к этому процессу. Но стали не просто автономно заниматься медиацией плюс, мы стали работать в сотрудничестве, выращивать своего восстановительного социального работника. Понятно, да? То есть, чтобы социальный работник работал с ребенком не в парадигме, опять же, условно, классической ювенальной юстиции, когда он совершил преступление, ну, конечно, у него такая семья, у него трудное детство, он бедный, несчастный, и, конечно, ну, надо какие-то именно программы, там, психологические и так далее. Мы стали формировать и социального работника, и социального работника в парадигме восстановительного правосудия, чтобы он работал на ответственность. Другое дело, что если там есть проблемы, конечно, привлекаясь к психологической работе и так далее, и так далее. Но сам факт причинения вреда другому человеку не игнорируется. И тем самым стал формироваться вот такой вот комплекс, который мы можем назвать вот... Ну, мы в свое время, естественно, написали в терминологии ювенальной юстиции восстановительной ювенальной юстиции, да? Ну, сейчас мы можем говорить восстановительное правосудие, там, брус, криво. Прикольно.